У нас тяжелая работа в плане того, что у нас поступают больные, сами можете понять, это в плане того, что часто и густо бывают больные, не то что неадекватные, неуравновешенные, агрессивные. Часто и густо вот именно поступают те, которые в алкогольном опьянении находятся, скорая привозит, вот находят на улице алкоголиков, привозят к нам. Хотя это пикерепичный до всех больниц. Почему? Я бы такая, например, чтобы возобновила уровень и открыла бы медвотрезвители, которые раньше были, когда привозили действительно этих пьяных, они там отсыпались, просыпались. Но это было не медучреждение, это было дело? Нет, это было в милиции, да. Но я же говорю, почему они не могут опять же открыть там на базе их каких-то СИЗО, содержания, какую-то камеру отвезти для этих? Потому что они реально, когда становятся неадекватными, они могут вести себя вообще некорректно и поэтому угрожают и опасность. У нас бывают случаи, когда приходят и с ножами угрожают, вот на прошлой неделе был случай, когда больной пришел и нож воткнул стенку, угрожает доктору. Почему доктора должны работать в таком напряжении? Это в ночи? Это в ночи, да, это в ночи произошло, да. Мы, в принципе, стараемся, понимаете, я же говорю, у меня функция такая, что девочки все стараются принять больных, обслужить быстренько, но просто иногда реально не хватает рук. Когда наплыв, вот приходит, например, там 2-3 человека пришли, плюс привезли лежачую каталку и представляете, что после этого, кого вы в первую очередь оказываете? Те, которые тяжелые, они же должны осознавать, что нужно немножко подождать. Нет же, у нас, давайте бегом, почему вы нас не принимаете, но тоже же должны понимать, что в первую очередь тяжелых, потом уже по степени. Просто действительно у нас наплыв большой по сравнению, если взять городские больницы, то у нас очень большое поступление больных идет именно в амбулаторном плане и в ургентном порядке. А вечером в основном очень много тяжелых поступает, которые, знаете, как бы сказать, у нас народ еще немножко не заинтересован. Если бы они вот только начинают болеть, обращались бы по месту жительства к своим семейным врачам, вовремя лечились, обследовались. Может, и не было бы вот этих таких вот хаосных ситуаций и всяких вот таких тяжелых случаев. А из хорошего что-то есть? Есть благодарные? Нет, вы знаете, есть больные, которые приходят, говорят спасибо большое. Это очень частые устые, и очень много раз таких бывают случаев, понимаете. Но просто самое обидное, что вот хорошее, как правило, не пишется, хорошее не озвучивается. У нас так, чуть что только плохое. Почему-то вот больные афишируют, жалуются, там претензии предъявляют, но у нас же не всегда плохо. У нас очень-очень часто устые, когда больные приходят, знаете, там время проходит, и когда они подходят, то есть здравствуйте, спасибо. Вы помните, вы мне там помощь оказывали. Ну просто, знаете, как говоришь, помнишь, а сама начинаешь вспоминать, сколько у нас приходит в день, по 100 человек в день, каждого же не запомнишь. Но знаете, как приятно, когда человек проходит и с улыбкой говорит, спасибо вам большое, вы там маму спасли, вы там папу спасли, вы меня спасли там. Очень приятно, конечно, это слышать. У меня часто и густо бывает на улице узнают уже. Ой, а вы же меня там когда-то принимали. Говорю, да, принимала. Ну что, все нормально, да, все нормально. Говорю, ну все, старайтесь не попадать, лечитесь вовремя. Все, ну что мы можем еще сказать. А тенденция, какие у вас заболевания, какие люди в основном попадают? Девушка, у нас тенденция разная. У нас, понимаете, мы же приемное отделение, мы принимаем всех. Единственное, кроме роддома. Роддом, это уже отдельное государство. Мы принимаем всех, и женщин, которые по гинекологически, и детей, и травмы, и хирургии, и терапии, и неврологии. У нас широкий профиль. Если вот взять, по сути, по сравнению с больными, другими больницами взять, да, то у нас единственная больница, в которой у нас расширено как-то все отделения существуют. Потому что если вот, например, взять дубки, это больше как идет травматологический ожоговый центр, четвертое, это больше идет как микрохирургия, там лороотделение, то у нас здесь все есть. Лор, гинекология, хирургия, травматология, кардиология, неврология, роддом, педиатрия, терапия, функциональная диагностика, физ. отделение, которое оказывает процедуру, вот, например, там электрофореза, у нас очень большая по объему больница. Больных проходит у нас очень-очень много. А больше именно с Корбельного района или с сельской местности? Нет, почему? Сельских тоже привозят, да, очень много поступает сельских. Пока они заключили с нами, как бы сказать, договор, они же там организовали вот эти сельские рамады, рамады, да, и пока заключили договор, мы их обслуживаем. Если они передумают, заключат с другой больницы, значит, там уже жизнь покажет, как оно, что оно будет. Конечно, обидно то, что финансирование маленькое уделяется, зарплаты низкие у медработников, потому что, вот, я же говорю, взять, что санитарка, что врач, что медсестра начальной категории, практически одинаковая ставка. Ну, это не должно быть так, это неправильно. Что мы еще скажем? Хотелось бы, конечно, финансирование побольше. Не только на зарплаты, но и в плане того, что медикаменты, там, инструментарии, оборудование, ремонты. Понятно. Спасибо вам.